добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о власти и авторитете и о наверное одной из важнейших составляющих этого авторитета о мудрости отца первое о чем я хотел бы поговорить на эту тему касательно применения или обретения мудрости это то что ее нужно искать дело все в том дорогие друзья что мудрость она сама по себе не появляется мудрость не приходит потому что вы состарились есть такая пословица что мудрость приходит с годами и некоторые добавляют иногда годы приходят самостоятельно мудрость не является на плодом долголетия если вы провели свою жизнь с бутылкой пива там или распевая какие-то песенки или как его в басне у крылова лето целая пропела оглянуться не успела а зима катит в глаза то есть если мы с вами провели жизнь в праздности и мы никогда не стремились обрести знание мудрость то вряд ли мы с вами будем ими обладать и так мудрость необходимо искать как некое великое сокровище которое недоступно обычному взгляду она не будет валяться на улице мудрость не будет разливаться перед нами соловьем нам необходимо быть теми людьми которые эту мудрость ищут и если мы не будем обладать мудростью то у нас возникнут проблемы с ее передачей нашим детям я думаю что каждый из нас как отец мы хотели бы чтобы наши дети они были мудры они принимали правильные решения они умели отличать добро от зла они заблаговременно бы понимали ту опасность которая надвигается на их жизнь или же на жизнь безопасной семьи для этого нам необходимо самим обладать мудростью более того в контексте того что мы с вами говорим мудрость является одной из составляющих власти и авторитета отца нам просто необходимо это и вот здесь есть несколько очень практических вещей которыми я хотел бы с вами поделиться прежде всего мудрость необходимо искать среди мудрых если вы общаетесь с людьми которые ну давайте так немного пониже нас в плане интеллектуального состояния или же там обладают недостаточным набором знаний мы мы кстати любим формировать вот такое общение чтобы выглядеть более менее презентабельно мы окружаем себя людьми которые чуть пониже нас во всех смыслах чуть слабее для того чтобы чувствовать себя более уверенно это одна из главных и трагичных ошибок человека для того чтобы стать мудрее необходимо общаться с людьми гораздо умнее нас мой отец когда учил мне играть шахматы он сказал потрясающую фразу если ты хочешь научиться хорошо играть в эту игру тебе нужно играть с теми людьми которые играют лучше тебя если провести аналогию жизнью аналогию с мудростью если вы хотите обладать мудростью вам необходимо общаться с теми людьми которые умнее и мудрее нас вторая вещь мудрость или обретение мудрости происходит когда мы внимательны к тому что говорят люди более мудрые чем мы если мы это пропускаем мимо ушей или просто берем на заметку и что о да это очень хорошие высказывания очень мудрые слова но мы не применяем их мы не пытаемся тестировать их в собственной жизни то это знание оно становится балластом и не приносит нам никакой пользы еще одна вещь она очень важна в обретении мудрости мудрость всегда неторопливо мудрость никогда никуда не спешит мудрость обладает обитает там где тишина там где можно сесть и спокойно поразмышлять там где можно взять несколько вариантов истины до разные точки зрения сопоставить их разложить все на столе и посмотреть какая получится картина мудрость не терпеть торопливости если вы постоянно куда-то спешите если у вас постоянно какие-то движения то для того чтобы обрести мудрость вам просто нужно остановиться успокоиться и начать спокойно разбирать те завалы знания которые обрушиваются на нас сегодня а